Сегодня я с вами хочу поговорить о том, как я стала блогером. Нахрена я стала блогером? Это просто ужасный, криншистый, доба просто. Кстати, 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 о большом количестве косметики. Давай уже тоже всем интересно, как же стать популярным блогером? Лет через пять я стану космонавтом. Всем привет! Я начну это видео с того, что я расскажу вам о том, что я только что пришла от стоматолога. Поэтому, если моя речь будет немного сбитой и неровной, и шепелявой, пожалуйста, не обращайте на это сильное внимание, ибо мне переставляли виниры. Точнее, как мне их перекорректировали. Если вы спросите, нахрена тебе вообще понадобились виниры, я вам отвечу. А когда я была ребенком, прям совсем маленькой, мне нафиг выбили зубы. Передние два. Не то, чтобы мне их выбили в самый ноль, но мне их выбили так, что здесь был скол, здесь был скол. И как факт, мне пришлось ставить виниры еще в детском возрасте. Но сейчас просто подошел срок службы виниров, и пришлось их менять. Так что заранее извиняюсь, я еще сама не привела к лако моим зубам, они меня тоже ужасно сильно бесят, и я надеюсь, мы как-нибудь вместе это переживем. Лиса, а где твое настало время годного контента? У тебя подписчики постоянно спрашивают. Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Ты доволен? Не только я, я думаю, все будут счастливы. Ставь лайк, если ты счастлив, и не ставь дизлайк, если ты не счастлив, потому что от дизлайков счастливее не становишься. Проверено! В общем, в этом видео сегодня я с вами хочу поговорить о том, как я стала блогером, нахрена я стала блогером, и с чем ты можешь столкнуться, если ты тоже хочешь стать блогером. На самом деле, я вообще очень сильно удивлена тому, как часто я получаю в свой адрес этот вопрос. Когда у меня недавно были две сходки, самый частый вопрос, который мне писали, был Лиса, расскажи о том, как ты начинала быть блогером, и нравится ли тебе быть блогером. И в Инстаграм Директа тоже очень часто получаю сообщения именно на эту тему. Поэтому сегодня давайте с вами побеседуем. А где мой кофе? Подождите. Сразу скажу, что блогером стать не так уж и просто. Но поверьте мне, если получилось у меня, у вас получится 100%. И знаете, почему я сейчас так говорю? Просто по той причине, что я никогда в своей жизни не планировала и не допускала того факта, что я, блин, стану блогером. Для меня это то же самое, что я сейчас скажу, что, не знаю, лет через пять я стану космонавтом. То есть какие-то такие вещи, о которых я даже в жизни не задумывалась, потому что блогерская деятельность и моя деятельность, то есть нихрена не делать, они вообще никак не были связаны между собой. Ну, прям вот вообще. И как все вышло? В один момент у меня появился бенгальский кот по имени Эвил. Это Эвил бенгальский кот. И в моем закрытом на тот момент инстаграме, где был человек 20-30, только моих близких друзей, люди начали у меня спрашивать, то есть мои личные друзья, что за кот, откуда кот, и этих вопросов было очень много. И в один момент они меня просто задолбали с этими вопросами, они достали меня с этими вопросами. А я подумала и решила, действительно, почему бы мне не снять видос про моего кота? И как вы знаете, я сняла видос про моего кота. Таким образом, сама того не ведая, у меня началась ютуб-деятельность. Это был старт моего бьюти-блогерского делища. Почему я сказал бьюти-блогерского, если я говорила про кота? Так вот, сегодня я вместе с моим котиком будем делать мне макияж. Извините, здесь ничего не меняется. Ну, Эвик, ну почему ты такой неласковый? Почему ты все время уходишь, Эвил? Ну почему? Почему ты никогда не хочешь остаться со мной? Знаете, в декабре у меня обычно всегда бывает очень много трат, потому что нужно всем купить подарки, слетать к родственникам, и, конечно же, уходит на это все очень много денег. Хочется как-то оптимизировать свои траты, потому что экономить на близких, но тоже такое себе. И знаете, какой вариант я нашла? Подписка на сервисы Яндекс Плюс. Потому что эта подписка дает расширенный доступ к большинству приложений Яндекса. Например, полный доступ ко всей библиотеке Яндекс.Музыки. 10% скидку к Яндекс.Такси, если вы вызываете такси-классы Компорт и выше. Возможность смотреть огромное количество фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.Жди. Помимо этого, есть разные бонусы для Яндекс.Драйва, Яндекс.Диска, Marketplace.Беру.Ру, Яндекс.Афиши и Яндекс.Здоровье. Лично меня подписка на Яндекс Плюс очень сильно выручает, потому что я постоянно беру товары в магазине Беру.Ру, и благодаря этой подписке я получаю всегда бесплатную доставку, если делаю покупку на сумму более чем 500 рублей. Кстати, 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 я прошла новогодний квест от Яндекс Плюс, и я получила еще больше бонусов на бесконечное количество сервисов Яндекса. Ну а помимо этого, теперь у меня еще есть шанс выиграть Яндекс.Станцию. И, кстати, именно этот шанс теперь есть и у вас. Ссылку на этот квест я оставила вам в описании. Обязательно переходите по ней, участвуйте в розыгрыше Яндекс.Станции, и пишите в комментариях, какие бонусы получили вы. Расскажи, Фоксом, с чего ты начинала снимать? Какой у тебя сразу был профессиональный аппарат, может быть? Зачем ты мне напомнил про этот стыд? Нет, у меня нихрена не было вообще. У меня единственное, что было, у меня был телефон. У меня больше не было ничего. Никаких штативов, никаких микрофонов, ничего у меня кроме телефона не было. У меня был телефон, а еще у меня был скотч. И что вы думаете, я сделала? Я взяла телефон, подошла к окну и просто-напросто прилепила на скотч, на обычный самый прозрачный телефон, фронтальной камерой на себя, чтобы видеть, как я вообще снимаю. И таким образом я стала снимать. И на телефон я реально снимала достаточно долго, ну как минимум видео, наверное, 5, 6 или даже 7, были сняты все полностью на телефон. Даже я помню, что мое первое бьюти-видео, это просто ужасный крин-шестодоба, просто невероятно адское. Но это тоже было снято на телефон. Тогда у меня уже, правда, появился штатив, и вот сейчас вы будете орать. У меня появился штатив, но я не знала, что для того, чтобы прикрепить телефон к штативу, тебе нужна еще дополнительная приблудина. И что вы думаете? Я, блин, опять взяла скотч. Я просто на штатив прилепила телефон скотчем. У меня было вот так вот обмотано. Но тем не менее, что как бы подтверждает, что не так важно, на что вы снимаете первое время. Главное, что вам нравилось это делать. В самом начале у меня не было вообще никакого понимания о том, что делать, как делать. Про монтаж я просто молчу, это отдельная история. Я скачала себе приложение, которое называется Sony Vegas. Это одно из самых легких приложений, при помощи которых вы можете монтировать. И я не понимала ничего. Я целую неделю проторчала за тем, что я сидела и монтировала куски видео. И чтобы понимали, я монтировала видео, которое состояло из нескольких минут, целую неделю. То есть в прямом смысле слова я практически не спала. Я даже башку свою не мыла. Я сидела просто с грязной башкой, воняла. И сидела и монтировала видео. Почему? Потому что вот так вот мне было интересно все это изучать. Но это как бы не говорит о том, что я сразу стала профессионалом. Вообще нет. У меня такой отстой выходил, что сейчас, когда я смотрю это, я просто понимаю, мама дорогая, ты вообще слепая была? Или что с тобой было не так? Хотя, да, я все-таки была слепая. Или нет? Нет, я уже не была слепой, но это другой вопрос. И просто почему? Ты что, не видишь эту ужасную розовую цветкоррекцию? У меня тупо все лицо розовое, все животные розовые, и это катастрофа. Но знаете, что было хуже? Хуже этого было только то, когда у меня появилась первая камера. Моя самая первая камера была супер дешевая. У нее не было откидного вот этого вот экранчика, у нее вообще не было никаких функций, и это был просто геморрой. И как я наводила камеру, чтобы был фокус? Я брала обычный стул. Я не знаю, почему он показывал малый чинка, но, в общем, представьте, что это не утка, это стул. И вообще, наверное, вам сломала только что фразу «голову малый чинка», но это не важно. Ставил, короче, стул, стояла за камерой, фокусировалась на этот стул, потом я отодвигала этот стул, предположительно, на размер моего тела, и садилась на этот стул в надежде на то, что фокус будет словлен. Сказать, сколько кадров я запорола таким образом, сколько видео не вышло, потому что у меня были проблемы с фокусом, я не могу, но было их очень много. И с этой дурацкой камеры я снимала практически год. Но потому что купить камеру подороже... Давай уже то, что всем интересно. Как же стать популярным блогером? А это мне вопрос только что был? Ну, конечно. А я не знаю. С чего ты взяла, что я вообще популярный блогер? Блин, меня так вообще вмораживает, когда мне говорят, что я популярный блогер. Блин, камон, ну что, серьезно? Какой нафиг я популярный блогер? Я не популярный блогер. У меня просто есть ряд людей, которые на меня подписаны. Но я себя вообще не считаю популярным блогером. Блин, типа, ну вот Пикеди Пай, он популярный блогер, Котятушкин популярный блогер, а я, ну... Я считаю, что если ты хочешь привлекать к себе новых людей, подписчиков, ты обязательно в порядке. Что должен делать? Ты должен всегда прислушиваться к своей аудитории. Помните, с самого начала видео я рассказала, что я начала с кота? Так вот, когда я стартанула выкладывать видео с котом, я вообще не рассчитывала, что у меня будут смотреть кто-то, кроме моих друзей, но люди, тем не менее, пришли. В общем, я стала смотреть, что мне пишут в комменты. И, соответственно, с того, что мне пишут в комменты, я сделала какой-то вывод, мне стали очень много писать о том, что мы хотим видеть, как ты красишься, расскажи про свой макияж, который ты на тот момент делаешь. И я просто стала к вам прислушиваться и снимать то, что вы хотите. Очень важно прислушиваться к тому, что от тебя хотят люди. И сейчас я скажу фразу, которая покажется, наверное, банальной, но поверьте мне, именно в этой банальности вся суть. Нужно снимать тогда, когда у тебя горят глаза. Когда ты понимаешь, что ты хочешь снимать, что тебе это нравится делать. Ты хочешь снимать не потому, что ты хочешь стать условно-популярным, не потому, что ты хочешь попасть в какую-нибудь блогерскую рассылку, и чтобы тебя заваливали косметосом, а просто потому, что ты просто, блин, хочешь снимать. Я снимаю ровно только потому, что сейчас я хочу снимать. И тогда, когда я начинала это делать, мне просто захотелось снимать кота. Потом мне это понравилось, соответственно, это все выливается в то, что уже на протяжении трех, блин, с лишним лет, каждую неделю, дважды в неделю на моем канале выходит видео. Я это делаю не потому, что я как-то себя насилую или заставляю, а просто потому, что мне реально по кайфу сидеть и снимать видосы. Иногда ей хочется снимать в 3 часа ночи. Да, такое тоже бывает. Пафос, накидцы, что вы сегодня нам расскажете? Дайте, пожалуйста, какой-нибудь профессиональный совет. Вы можете дать профессиональный совет на тему того, как снимать видео на YouTube и стать популярным? Нет. Кстати, 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 о большом количестве косметики. Сейчас в моем инстаграме я хочу провести розыгрыш, который стартанет где-то 7 числа, 7 января. Я хочу это сделать, потому что я хочу сделать вам огромный подарок к началу нового 2020 года. И поэтому в моем инстаграме скоро я начну выкладывать в слове розыгрыша и конкурса. Это будет проходить в формате марафона, будет очень интересно, потому что я буду писать клевые для вас посты, давать вам реально интересные задания, которые вам не стыдно будет выполнять, и вам не придется делать какие-то унылые репосты моих фотографий или как-то еще позориться в своем инстаграме. Нет, все это будет очень интересно, все это будет очень круто. И главный итог, что победитель моего розыгрыша получит огромную кучу косметики. Но там будет косметики тысяч на пятьдесят. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и включайте себе уведомления о публикациях в моем инстаграме, чтобы вы могли все видеть, потому что инстаграм это такая достаточно для меня специфичная платформа, и я вообще не понимаю, по какому принципу люди видят мои посты в инстаграме. Я правда этого не понимаю, мне часто пишут, типа, Лиса, мы не видим твои посты. Поэтому единственный способ, чтобы вы могли видеть мои посты, включить себе уведомления. И лайкать. Да, кстати, это важно. Если лайкнуть три посты подряд, то все посты будут видны. И по поводу блогерства еще один, на мой взгляд, очень важный момент, который вам поможет вообще в принципе и в том, чтобы вы развивались и окажет вам достаточно сильную поддержку. Найдите себе блогеров, которые вместе с вами сейчас находятся на том же этапе, что и вы. Условно, если у вас там тысяча подписчиков или сто подписчиков, постарайтесь найти себе единомышленников. Люди, как правило, пойдут вам навстречу, и вместе вы сможете придумывать интересный контент, делать коллаборации. Даже если вы находитесь не в одном городе, вы просто можете придумать какую-то тему для видео и советовать ее снимать своему другу. И таким образом у вас получится, что как можно больше людей узнают о вас и о вашем друге-блогере-начинающем. Это очень-очень полезно. И я считаю, это прям реально must have. А расскажи тогда, наверное, с кем ты начинала? Да, кстати, это вот очень интересный момент. Те, кто давно за мной следят, это, конечно же, уже наверняка видели. Но я начинала, например, с Сашей Пасновой. Вы, я уверена, ее наверняка знаете. Это тоже очень сейчас популярная блогерша. И вот когда на этапе начала нашей деятельности, Саша, правда, немножко уже дольше снимала, чем я, мы с ней познакомились в Москве, но жили мы в разных городах. И, соответственно, это даже не помешало нам делать какие-то дистанционные коллаборации, где мы друг о друге просто периодически рассказывали в своих видео. И мне кажется, это было действительно очень здорово. И это был реально классный опыт. Лучше сделать, чем идеально. И тут армии просто ворвались в чат, потому что ставь плюс, если ты знаешь, откуда это на стату. А что за бред ты сейчас сказала? Сам ты бред. Не смей! Не смей посягать на святое! А, это какая-то важная фраза. Да! Если ты еще попробуй это оспорить. Лучше сделать, чем идеально. Ты хотя бы понимаешь смысл этой фразы? Или ты не втыкаешь? Лучше сделать, чем идеально? Лучше сделать, чем идеально. Здесь как бы говорится о том, что лучше взять и что-то сделать, чем нифига не сделать, потому что ты до какого-то вымышленного своего идеала не можешь дотянуться. Слушай, глубокая мысль. Такая же глубокая. Я сразу понял. Только переношу свои извинения. И еще. Не зацикливайтесь на одной теме. Всегда пробуйте себя в разных направлениях. Пробуйте говорить по-разному. Пробуйте делать по-разному. Вы же в зависимости от месяца, от года своей жизни как-то меняетесь. Ваши интересы тоже меняются. Это совершенно нормально. Не бойтесь показать себя с другой стороны. Да, кому-то это может не понравиться. А кому-то это может понравиться. Но самое главное это в то, чтобы вы делали именно то, что вы хотите делать на данный момент. И, наверное, самый важный, вот чисто для меня момент. Вам не должно быть стыдно за тот контент, который вы делаете. Здесь важно пояснить. В самом начале видео я сказала о том, что мне кринжово от моих старых видео. Но мне не кринжово за темы моих старых видео и за то, как я это все сделала. Мне кринжово за то, какой там цвет коры, как это тяжело было монтировать. Но не потому, что мне стыдно от того, какое качество или не качество контента я генерировала ранее. Так что на всякий случай я решила вам это пояснить. У каждого своя шкала стыдобы. Кому-то очень стыдно просто сесть и говорить перед камерой, поэтому многие снимают, особенно на американском ютубе, я думаю, видели видео, где девушки просто красятся и никак это не комментируют. Я не знаю, с чем это связано, может быть, это люди, которые не знают английский язык, естественно, они не хотят говорить на языке, которого они не знают, или им просто очень неловко, или они еще пока не готовы говорить. Кому-то стыдно тупить на камеру, кому-то стыдно как-то ставить постановы, пранки, кому-то стыдно придумать какой-то бред на камеру, то есть у каждого своя грань, и вы должны прислушиваться в этом случае только к себе. Вам никогда не должно быть стыдно за ваш контент, и если вы снимаете то, от чего у вас от всеми их себя лютый кринж, ваши подписчики это будут чувствовать. Когда я снимаю видео, даже если мы говорим про какие-то странные вещи, типа тот же угадай сосай, мне за это не стыдно. Я с этого угораю, я с этого ору, и мне это само по кайфу и нравится, но я прекрасно понимаю, что какие-то другие блогеры такой контент никогда бы не сняли, просто потому что для них это типа, что вообще за бред происходит. А для кого-то это даже не является показателем бреда, для кого-то это совершенная норма, и в этом вы должны ориентироваться исключительно на себя. Если вы не хотите как-то грязно хайпить, использовать какие-то злободневные постоянно темы, за счет какого-то шейминга на ком-то выезжать, не делайте этого, потому что если вы будете это делать, вам будет стыдно, и вам в какой-то момент просто задолбает снимать видосы. Не надо этого делать. И последний маленький совет, который я хочу вам дать, если у вас сейчас есть страх перед камерой, это нормально. Даже у людей, у которых обычно нет никакого страха, когда включается камера, они начинают немного в первое время тупить. Это я. Да. И в этом нет ничего такого. Если вы чувствуете, что вы хотите, но вам все равно неловко, продолжайте делать. Конечно, вы не сможете убрать это, там, не знаю, начитавшись каких-то советов. Пока вы не пройдете это на своем собственном опыте, этот страх не пройдет, его нужно просто пересилить. И в какой-то момент вообще прекратите обращать внимание на камеру. И в какой бы ситуации вас не начинали снимать, вам будет реально совершенно на это пофиг, вы этого даже не будете видеть, потому что для вас это будет совершенно естественно. Поэтому если есть небольшой страх перед камерой, и именно он вас останавливает, просто положите на это болт и снимайте под страхом этого всего. Ничего страшного, первый раз вы снимете 40 приветствий, на второй раз вы снимете 20 приветствий, потом вас это задолбает выбирать между этими 40 приветствиями при монтаже, и вы в итоге снимете одно максимум 2 приветствия, и все уже будет хорошо. Я просто помню, сколько я первый раз записывала приветствий, там, наверное, штук 60 было, а потом просто задолбалась между ними выбирать. Это был просто провал. Тоже, я надеюсь, что это видео вам понравилось, если оно понравилось, поддержите меня лайком, если вы хотите стать блогером, то я вас вообще полностью респектую и поддерживаю, это очень прикольная идея, попробуйте себя и верьте в себя, а я буду верить в вас. Бам!